I cut so much, you thought I was a DJ Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер и это постройка механического дома В общем-то, ребят, на чем мы остановились? В прошлой части мы остановились на том, что мы сделали комнату с порталами То есть вот такую вот комнатку Вот, ну, я здесь сделал уже несколько даже порталов То есть, ну, точнее, не несколько, а один Наметил комнатки, как они будут у нас выглядеть То есть они у нас будут выглядеть вот так То есть мы заходим, и мы будем показываться вот в такой вот комнатке Нажимаем на кнопку, и у нас будет открываться дверь Вот, то есть я уже даже один портал сделал То есть вот, смотрите, мы заходим Появляемся вот в такой вот комнатке И что самое интересное Если здесь свет выключенный Вот, видите Мы возвращаемся, включаем свет Свет у нас загорается Мы возвращаемся И тут тоже свет включенный То есть такая вот довольно-таки реалистичная иллюзия Я даже знаю, из-за чего она лагает Сейчас у меня такс В общем, нажимаем на кнопочку И здесь мы можем Ой-ой-ой-ой, как лагает-то И здесь мы можем так спокойно пройти Тут у нас будет такая комнатка Другая плавильня У нас, наверное Вот такая вот у нас дверь 3х3 Вот, и вот такие вот порталы Я заменил, так сказать Так сказать Нашу мигалку На более быструю И более, так сказать Надежную мигалку Которая на командных блоках То есть здесь у нас написано Сетблок И здесь у нас тоже сетблок То есть у нас быстро-быстро Обновляются эти командные блоки Вот, и здесь у меня получается Когда мы переходим То есть появляемся вот в этих вот координатах То мы, собственно говоря На тестится и нас телепортирует Вот так Ну и точно такая же мигалка У нас находится на эту сторону То есть мы вот, как вы можете заметить Мы отсюда телепортируемся вот сюда То есть вот И вот она комната Это иллюзия Ну, иллюзия То есть которая у нас будет, так сказать Ответственная за иллюзию Вот Ну, как я это все сделал То есть вот у нас схемка сама С телепортом С очень простая Я знаю даже, из-за чего она в кайте За вот этой вот схемке Вот И вот сделал такую фишку С командными блоками То есть если у нас Свет выключенный Допустим То у нас Точнее, если свет включенный То у нас здесь появляется Редстонблок Если свет выключенный То его здесь у нас нету В общем, вот такая вот схемка Так, давайте Звуки я сделаю Таки потише От музыки Вообще вырублено Не нужно Вот То есть вот такая вот Комнатка с иллюзиями Получилось Здесь у нас будет Один такой вот Большой портал Который у нас будет ТП шить В Так сказать В наше хранилище Только я Придумал еще Как его нам нужно будет Активировать Я еще Придумал В общем Вот такая вот У нас получилась Комнатка То есть Ну, эти порталы Еще не работают Это я, кстати Через МЦ1 Делал вот эту фишку Все Тоже не работает Работает пока что Только один вот Этот портал То есть вот Если так Даже вот Посмотрите Вот Мы Видим Вот То есть я Вернусь сюда Зайду Вот в эту вот Комнатку И Мы видим Вот видите То же самое Что и В принципе Там То есть я все это Так сказать Сделал Так Давайте вернемся Вот То же самое То есть Точно такая же Комната И Напротив Мы естественно Видим кнопку То есть Как вы можете Заметить Вот такая вот Довольно таки Неплохая иллюзия И она будет Копироваться У нас Так То есть Вниз будет В общем И давайте Вернемся Все таки К теме Постройки Механического Дома В общем Ребят Вот эти Два портала Уже заняты То есть я Придумал Что на них Сделать Точнее Три портала Вот этот Портал И вот эти Два портала Давайте так Чтобы было Нагляднее Так покажу Вот эти два Портала Уже заняты То есть Они Я уже Придумал Что будет В этих Порталах То есть Здесь у нас будет Библиотека А здесь у нас Будет Плавильня А вот Что в этих Порталах Напишите Что будет В этих Порталах В комментарии Напишите Вы То есть Я не знаю Пока что Что сюда Делать Что сюда Лепить Поэтому В комментариях Напишите Именно Вы Что Будет В этих Двух Порталах Значит Что мы Сегодня Будем Делать Ну Сегодня Мы будем Делать Саму Комнату Плавильня У нас Будет Кстати Весь Механический дом таком песчаном стиле то есть я так вот решил чтобы такому песчаном там таки неплохом стиле я кстати опять в одиночке играю поскольку показать вам что я сделал что на сервере не работают эти команды с так сказать с отбоком вот поэтому нам это все нужно будет болит убирать вручную так ну ладно что ж поделаешь придется это все убирать вручную потолок мы этот уберем такую ручную давайте сделаем здесь платформу то есть вот так вот у нас тут сразу прям не получится ладно придется делать вот так комнатку нашу вот таким вот образом я сейчас это все такое сделаем но пол естественно у нас будет из дерева окей значит пол мы делаем из дерева комната у нас я думаю будет вот такой вот я думаю достаточно будет ширины комната в принципе половине она должна быть не очень большая там в принципе такого ничего сверхъестественного этой половине может может быть не будет хотя может и будет я не знаю я подумаю и да кстати народ сейчас я вам еще сразу так лаги сейчас я вам еще сразу объясню почему я сделал именно проходы с дверями три на 3 поскольку место между порталами мало и целую комнату будет как на иллюзию поместить очень трудно то есть и вообще практически нереально поместить вот поэтому как-то это не очень будет классно так сказать так что мне пришлось как-то выкручивается ну я решил сделать двери три на три то есть телепортироваться комнату там будет дверь три сразу так значит давайте вот это тоже уберем все на тебя наверное это остановлю по запись и это все уберу так паузе в общем ребят я вернулся я тут расчистил вот такую небольшую местность и также сделал так сказать уже стенки сделал полу и так и не знаю че сейчас говорить да кстати народ сейчас я вам еще расскажу почему видео не выходят вообще редко выходят видео в общем опять же ситуация на юго-востоке вся фигня вы уже знаете то есть сейчас у меня куча не от рендеренного материала у себя на компе имеется вот и я как-то это впадал все рендерить если честно но я как-нибудь не как-нибудь а может сегодня завтра все это дело от рендерю вот и сделал себе такой небольшой отдых от всех съемок от всего и сделаю так сказать сделать будет короче видео чередоваться то есть допустим сегодня постройка механического дома завтра л.п. послезавтра fallout потом опять постройка механического дома и л.п. то есть вот так вот это будет все чередоваться я думаю как раз будет нормально все и так у меня закончилась зелька вот и как раз все будет просто шикарно то есть и у меня будет такой небольшой отдых от всех съемок потому что мне нужно как-то хоть за лето отдохнуть нормально уже у нас вроде бы как все стреляют вроде как все нормально но все же отдохнуть хочется немножко так что и я практически каждый день уважаю видео вот так что ребятки поймите меня правильно видео будут выходить вот так пока что чередоваться по что у меня там куча не отрендеренного материала и так далее такс выставляем так воронки и ставим вот так воронки наши любимые сделан то есть я недавно делал обзор на этот механизм буквально недавно вот сделаем его вот таким вот то есть сделаем такой вот механизм сюда как раз его нашу так сказать печку и у него будет вообще шикарно поставить точнее в поверье так значит ставим здесь блоки здесь блоки здесь блоки все-таки на обучающих расчистить еще вот так давайте сразу наметим место где у нас будут расположены наши судаки с вещами так ну я думаю где-то вот тут они будут у нас размещены то есть у нас здесь будет подождите так давайте возьмем не такая идея лучше я сделала так возьмем ступеньки сразу их так поставим так и вот так и теперь получается нам нужно сделать поставить два сундука я уже не помню давно я кстати не садился за обычный майн обычную ванилу очень давно не садился я буквально сейчас много времени провожу за майнкрафтом с модами и очень понравилась сборка вот и я больше времени сейчас провожу на майнкрафте с модами а так значит давайте возьмем на что-то блок чтоб было вообще все шикарно и теперь 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 я уже есть честно не помню какие-то все делал ну ладно сейчас будем вспоминать давайте сделаем механизм вот тот который сдвигает наши рельсы я вот думаю сделать это вот тут как раз будет нормально значит так опять эти баги давайте вот все так вот проще ставим наши поршни вот таким вот образом теперь ставим поршни вот таким вот образом и здесь делаем вот так все отлично вот блин ну тут конечно места нам маловато ну ладно ничего я думаю сейчас справимся с этим так блин уже 12 минут снимаем ладно сейчас это все побыль никому хочу сделать значит так 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 вот так да ёшкин кот коры бывай опять эти те баги значит а здесь у нас будет пускай вот так нет вот так вот здесь у нас будет стоять красный факел а вот таким вот макаром давайте это все заменим чтобы было видно где у нас схема а где у нас не схема так ну и получается вот здесь аж нет стоп все таки надо сундуки чуть дальше ставить то есть где-то вот тут на один блок буквально вот так вот сейчас мы все сделаем вот тут у нас будет стоять сундуки давайте сделаем это блин вот так и вот так все будут у нас будет стоять сундуки теперь получается нам нужно сделать вот здесь вот такую вот такое вот место небольшое здесь сделаем так и поставим сюда вот так блок и сюда блок здесь я уже сделал так что мы ставим redstone сюда мы ставим тоже redstone дальше ставим 2 повторителя дальше ставим 2 повторителя два повторителя здесь мы просто проводим вот так redstone здесь так просто проводим redstone ну и здесь естественно ставим наши так сказать поршни теперь мы берем точнее не поршни а репитеры теперь берем наши рельсы ой а вот так и проверяем такс а ну ка нет все таки задержкой надо будет поиграться а здесь наверно на максимум задержка да здесь на максимум нужна задержка да на максимум так давайте сразу поставим наши рельсы вот таким вот образом так давайте сразу тут еще выше сделаем вот так и точно так же мы ставим наши рельсы вот так теперь 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 что теперь теперь мы ставим здесь блоки а теперь должно все по идее работать ровно и без перебоя да все работает без перебоя и все работает ровно отлично значит что теперь мы делаем теперь мы нам надо естественно опять поставить хотя зачем эти сундуки нам нужны пока что они нам хотя нет все таки давайте поставим сундуки такс я думаю так и вот так ставим здесь сундуки и таким вот образом теперь вот этих сундуков мы проводим вот так вот воронку то есть вот таким вот нехитрым образом вот так вот так и теперь получается что у нас у нас получается вот такая вот фигня то есть мы ставим здесь еще блоки а тут же счет таймер на будет ставить ой 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 ну ладно сейчас разберемся так ставим так воронки наши блин ладно сделаем вот так я думаю будет вполне нормально так у меня закончилось зелье ну да по идее должно быть нормально все работать так закрываем это все дело таким вот макаром я сказал закрываем вот все так теперь проводим значит такую дорожку вот этих всех мест я думаю вот так достаточно будет проводим дорожку и вот так ну и теперь здесь там так здесь ставим рельсы может как-то побольше сделать хотя хотя ладно не важно значит ставим берем все виды рельс так тут теперь ставим такую опять такую и такую нет все таки нужно здесь сделать вот так вот таким вот образом это все у нас будет выглядеть здесь нет все таки давайте сделаем побольше дорожку поскольку нам нужно так сказать еще разместить рельсы которые у нас будут отвечать за 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 таймер вот что я как-то ступлю сильно очень сильно туплю так вот таким вот нехитрым я сказал нехитрым образом мы выставляем наши блоки здесь здесь у нас будет получается стоять такие рельсы нажимные потом здесь такая рельса и здесь все равно да ну ладно сделаем то тогда все проще сделаем вот так ну здесь у нас такой будет подъем вот так разворот так вот так вот так нет вот так все и теперь поехали делать то же самое и здесь да ой не так да ё-моё неудобно в таком пространстве работать эм так так эм так получается нам нужно сделать так теперь вот так опять вот так и опять вот так я сказал а да точно я забыл вот так делаем все так теперь берем вагонетки они нам пригодятся ставим их вот сюда кнопку старта я думаю где то вот тут сделаю вот с этой стороны где то вот тут поставлю в уголку кнопку старта и все так эм значит что теперь мы делаем теперь мы берем вот отводим этот сигнал здесь ставим эм вот так редстоун потом так два эм эм репитера на максимальную задержку потом вылопки вот таким вот образом блин тут опять расчищать нужно будет эм эм окей ладно сейчас мы это все быстренько расчистим эм 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 и вот так все отлично расчистили теперь эм эм что мы делаем теперь я сделаю это все вот таким вот образом просто мне нужно как-то чтобы оно все ровно подводилось я это сделаю еще добавок вот так то есть здесь поставлю вот так здесь поставлю репитер на максимальную задержку эм а давайте все правильно мы делаем давайте сделаем еще вот так снесем вот этот слой нижний он нам не нужен снесем еще вот этот слой а точнее еще два все вот этот последний я думаю этого будет в принципе достаточно эм так что мы делаем теперь эм эм так че я парюсь вот так сделаю все эм берем поршень липкий ставим сюда берем так делаем дальше ставим да ёшкин кот у меня опять закончилось зелье эм ставим берем на во все эм ставим опять сюда репитер эм берем обычный поршни нам теперь обычные нужны будут поршни эм нет вот так потом берем ставим это все дело вот так то есть делаем стандартный мой таймер вот таким вот образом вот так теперь ставим сюда нет сюда блок дальше сюда мы ставим эм ага нет 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 а опять этот грёбаный эти грёбаные баги они мне бесят ставим так 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 на это все быстренько заканчивать поскольку время поджимает очень сильно ставим так поршни и нет вот так поршни вот все эм ставим так наши воронки теперь ставим сюда редстоун блок потом сюда мы ставим эм наш компаратор сюда мы красный факел ставим так блоки и здесь так блок сюда редстоун репитер репитер эм сюда мы сразу положим стак любых вещей у меня это пусть будет фиолетовая шерсть и делаем вот так все у нас это готово теперь то есть у нас как это все будет выглядеть так 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 подождите а нам нужно здесь это все сделать сделать а теперь мы просто берем поднимаем наши эм наш сигнал вот от этой воронки вот сюда наверх то есть теперь это все будет выглядеть у нас вот так эм по идее оно должно да оно должно сработать все подняли ну и теперь осталось только нам поставить наши репитеры репитеры так и вот так репитеры нам нужны чтобы у нас два раза не проходил сигнал то есть нам нужно вот отсюда поставить вот так репитеры с максимальной задержкой так 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 и вот так и вот так и вот так вот так все ну по идее все теперь готово давайте это наверное протестим просто а еще не все готово еще нам нужно сделать же кнопку отправки нашей вагонетки я ее сделаю вот таким вот образом поставлю здесь редстоун здесь поставлю у и повторитель потом вот так вот это все дело я спущу вниз вот здесь так это все нехитрым образом будет все спускаться вниз и теперь 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 где у нас там оно это все дело стоит вот тут по моему да мы делаем это все дело вот так то есть ставим здесь комп репитеры и ставим здесь вот так вот блок точнее редстоун еще я несу так давайте каким-то блоком пометим пока что красным пусть будет и поставим сюда кнопку по идее все должно работать а а да точно я забыл самое главное сделать ну главное что это все работает так надо поставить эти блоки красного камня и и вот так я и и и или Придется ставить обычную, то есть стандартную расстановочку. Это просто с красным факелом. То есть вот так. Сейчас я вам покажу. Вот так. И где-нибудь еще вот так, поскольку у нас здесь может быть недочет сигнала. По идее все должно теперь нормально работать. Давайте проверим это все наше дело. Ставим сюда две вагонетки. Допустим, мы скинули вещи в эти печки. Да, все работает, все хорошо, все отлично. Вагонетки ходят по нашим, так сказать, рельсам. И теперь давайте еще сделаем лампу. Поставим лампу вот сюда. Где она у нас тут? Эта лампа. Вот она она. И от этой воронки мы проведем сигнал, чтобы видеть, что дроп приходит в наш сундук. Ставим вот так. Компаратор. Сюда поставим блок. Ред факел. Блок. И... Еще раз ред факел. Все, отлично. Все мы сделали. Мы молодцы. Ну, осталось, естественно, сделать это все задекорировать. Сделать потолок, сделать освещение. Но этим я займусь уже, наверное, без съемок с моим другом Чикабум. Вот так. Ух, значит... Ух, значит... По идее, все. Так, давайте здесь доделаем наши... Наши блоки, нашу стенку доделаем. Ну, и освещение я уже сделаю потом без съемок. Давайте еще поставим черное стекло сюда, я думаю. Все. Так, теперь нужно посмотреть. Вагонетки пришли, ровно стали. Да, вагонетки пришли, стали ровно. Все хорошо. Только почему-то... У нас... Стоп. Стоп, стоп. А почему... Собственно говоря, так. А, ну, наверное, еще раз. Значит, нам нужно увеличить задержку. А-а-а, все, я понял. Я забыл здесь поставить редстоун. Все. Теперь все точно будет хорошо работать. Ходис проверенный. Мною, так сказать. В общем, я думаю, на этом мы закончим. Нашу такую вот серию постройки механического дома. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok